Всем привет! Продолжаю за Ассирию играть сетевую партию в Old World. Разбираемся, как тут вообще мультиплеер работает. Но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. А спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И пожалуйста, напоминаю, не забывайте делать клипы к серии и кидать ссылки в комментарии. Приятного продолжения просмотра! Так, форум. Царь Митридат. Кто мы? Ну надо спецов сюда давайте. Я понял. Леша, держись. Что, что? Там оратор, у которого притва приказа за каждый город дружелюбной семьи. У кого? У перца. Как вы видите, я не вижу нового. Ну, Митридат. Не, мне все еще шампур. Уже Митридат. Ну, посмотрим. У меня как бы тоже дохерна приказов. И у меня аж способностью ассирии плюс два приказа за каждый убитый юнит. Так, что посмотрим. Ее. Снимая от Митридата. Вот это вот мне нравится. Плюс два приказа в год от дружелюбия города. Так, может мне тут дороги везде сделать? Вообще не может, а точно. Снимая от дружелюбия города. А вот сможет катапульты Повыше Да, вот тут конечно Ладно, давайте бой возьму Субтитры сделал DimaTorzok Как раз для защиты плюс 36% Так, бесплатная беремо Конные лучники Баллисты Это я уже с моим Вот меткие лучники Отлично Дорогу проведу Так, тут лучники сделали Ну Надо спецов, наверное Так, где-то у меня тут был монастырь, вроде как Ставил я тут монастырь, нет? Да, младший монах А, вон где, блин, его разграбят, наверное Черт, ну, надо Их тяжелые пришли времена Нужно менять конституцию на Тиранию Почему? Ну, и жизнь к этому ведет Обглушается, только прикольная штука Не вижу я Но немного в другом Я думаю, что, может быть Колонизация поменять на закрепощение Колонизация, по-моему, позволяет Покупать клетку Ну да, это вообще очень полезная способность Ну, а закрепощение У тебя не хватает Ну, я просто, вот, смотри Плюс 20% от ферм и пастбищ У меня еды 8000 Ну, пастбища могут давать Могут давать, конечно, приказы Опять же, только те, которые Там, где лошади То есть Ну Не знаю, надо ли У меня Муштра заканчивается Из-за того, что юниты Везде строят Просто вся Карта В общем, у трое, кстати, вообще проблем нет А у вас нету У лидера Сплотить войска? Должно быть, да А, ну, кстати Makes sense А зачем тогда я менялся На тиранию? А все Ну, ладно А эти у тебя, как я, открытый Профессиональная армия еще Закон, это закон Скорее, чё же неплохо работать Нужно будет От казначейства И содержание за деньги Ну, да Подомник казначейства Почти нигде нет Зря Ну У меня, наверное, видимо Амбит То есть, мне надо Мне кажется, Перс нападет Но если я даже буду терять Тут города Это не так Страшно То есть, мне надо просто Две амбиции выполнить И все И победа Хотя там у Перса тоже Мы ж не знаем Все-таки это было Семь тире Черт Ну, запускаю таймер Так, что нам Этим делать Да, конечно Невозможность Красть Техи Смущают меня Смущает Меня Красть Исследование Все Сеть шпионов Мне кажется Нету смысла Опять же Преподнести Дар Семьям Со всеми Семьями Вообще Зашибись С иудаизмом Зашибись То есть Высшего синода Тоже нету Смысла Делать Ну, как бы Хорошо А в Тарсе Нам Сколько не хватает До Легендарной Старс Второй Да, 19 лет Ну, просто Парфенон Видите, только В священном Городе Строится Хотя Сколько у меня Вообще Итого Чудес Вообще Четыре Да То есть Если мне Выпадет Амбиция На Легендарное Чудо То Тарс Первый На очереди Получается Ладно Закончим Может Этим Слоном Уже Отсюда Уйти Че Я тут Стою Я Тут И так Беремый Все Вижу Перебежим Слушайте А где Мне Дали Бесплатно Вот это Бесплатное Беремо Я бы Наверное Где-то Вот тут Встал На якорь Чтобы он Боялся Что я Сюда Могу Прыгнуть Что Ну и Перс Больше В армию Перс Даже Видно Что Не так Много Я Давайте Давайте Отправим Пускай Внедрится Еще раз В перс В перс Я просто с вандалами, я помню, там Жена была какой-то очень крутой Этот, генерал Я ее хопа в это В юнит И она галов мочила Мы галов мочили-мочили Мочили-мочили Ветераны Гальской войны В сортилях, я надеюсь Нет, у нас даже бани не открыты Так что, нет В этих вот, в проливах В Левикон, Пелагос И А, блин, кстати Это считается, я еще не открыл пролив О, кайф, сейчас еще легитимности Получу В смысле, не открыл пролив Ну вот, если нет у тебя надписи Как бы, как называется Что-либо, значит, ты эту штуку не открыл У меня тут между мной и Персом Несколько клеток, типа, в тумане войны буквально И надписи, как называется, пролив нету Значит, не открыл? Тогда там Хотя странно, вот даже Между тобой и Греком я вижу этот Албаранс Ну, Албаранское море Это я вижу главное название А между мной и Персом, где я как раз дофига Я плавал, нифига Ну, потому что там название Чуть ли не в клетке города Которое ты, скорее всего, шпионом открыл Угу Ваша дочь тщательно обдумывала Недавние события И усвоила много ценных уроков Ну, это неплохо Опять какие-то христианства Не-не-не Разгоните этот неуправляемый сброд Так, вдохновлен пирамидами Военачальник Оратор Ну, давайте, кстати, оратором Сделаем его Так, ну, пора тут тоже уже спецов делать Начнем С писаря Шпицевиков сразу больше было Точно, спопробуем Рабочие собираются ходить Есть храм здесь Так, тут мы тоже построили Где у нас тут следующее Тут тоже построили Вот еще у нас Арпад Значит, а, нет Строимся Ну, тут как раз побежит туда строить Тогда этим Этим давайте в столице Храм Вот сюда Мы купили нам тапки Так, амфитеатр Сюда Блин, я, наверное, не смогу тут Купить клетки туда, чтобы было Жаль Жаль Здесь поставлю еще одну А, тут нельзя деревня Тогда давайте Одион здесь Деревню потом сюда Бахну Так, есть храм Собственно, что я еще могу Апостолами делать Тут есть храм Тут тоже строится храм Ну, побежали в ту сторону Может, потом буду Распространять Что-то кажется Перс тоже Не особо горит Желанием воевать Что у Египта уже, например Семь амбиций Если мы начнем воевать То это, соответственно Ну, мы точно Все Внутри войны Будем Вот, что мне тут Берем дофига Так, ну я поплыву Открывать Море Мне, по идее, должны дать Нет Слушайте, странно У нас, походу Между мной и Персом Это море Вообще без названия То есть я вот сейчас Его открыл И все равно ничего Нету никакого названия Странно Ой, надеюсь, моя религия начнет Хоть как-то распространять 45% шанс Да, апостолов влом тебе встроить, да? Ну Этим тоже занимаюсь Одним городом, правда Мы работаем Зачем Тратить Военных очков Работы, механика Автоматического распространения Все равно так не ну в принципе я вот этих коней тут держу на случай какой высадки ну то есть просто контролировать там но я не думаю что здесь будет спокойно живут в этом мире их наверно никто никогда не тронет уже кого кого скифов а я нумидийцев вижу скифов я даже не встретил скифов у меня в основном но они у меня были на их выгнал у меня у них еще четыре города нужно было бы мне высадится там когда-то на еду продать и надо не до этого просто и дача самая дорогая была пока продам ну завершаем год там что же недавний а давайте минус 10 зато 500 военных очков я думаю это норм сейчас будет так смерть верховного советника к сожалению давайте посмотрим кто там у нас есть на его место я бы кстати вот эту владычицу она видимо губернатор в кадыше но конечно она лучше будет как вот ты вовремя умница какая боже мой то нам произошло женщина умиротворяла город и успешно отъехал в последний ход как она это делала сего пассива так у нас нету в халебе гарнизона и в ниневе точно как знала вот это кстати хорошая типа минус 2 не щас я говорю продал не ладно все равно выберем так дерево у нас дофига чтобы лучников аркнуть кстати у него уже дальнобойные лучники но у меня следующим ходом будут так что да блин не убиралась метка так здесь он конечно возможно убьет мой но я бы здесь встал на а вообще а не могу я ее не помог в три ремы это еще не а там какой-то следующий должен быть а тушу дороги тоже нету да не есть вот тут как бы взял как-то очень странно все таки с дорогами так вроде как районку считает что дорога должна быть знаю так что у нас тут с дорогами типа как бы у меня как-то не защищена но мне кажется вот именно он пойдет на капнуто он в клещи попадет с двух сторон поэтому не то чтобы я очень поводу этого города беспокоюсь так здесь мы сюда отправляем храм строить почему а с двумя блин забываешь вот соседство нужно для храма прям с двумя так сюда порт тут лесопилка стоит давайте заменим на министерство хотя я заменю на министерство так куда нам тут храм монастырь есть храм монастырь есть ну куда-то пока сюда идем явно в той стороне чего-то в каких-то новых городах явно не будет так бронебойные стрелы шо после бронебойных стрель стрел ну пикинеры мне не нужны я думаю лошади улучшение всадников ну я бы наверное вот эти конные лучники открывал и делал знаю хотя и петраре если баллистика выпадет нр а баллистика без торсиона не могу открыть ладно греция у греции кстати уже два легендарных города уже давно кстати могли бы сделать и победу такую культурную как в четверке было четверки было по внутри легендарных города культурная победа вполне можно и тут такое ввести то что они просто очки дают это такое да такой импровизированной культурной победы греку было бы все равно долго на ближайшем не не скоро следующий но тем не менее как бы это еще одна возможность победы то амбиции я понимаю что типа внутри амбиции может быть контролировать сколько-то легендарных городов по-моему три гу три легендарных я не видел такой тоннер один как хотя бы легендарный по идее перегнал бы грека но возможно лишь его перегнал для меня по поводу чего три легендарных города импровизирован да не у меня 2 еще только будет через 12 лет я тут я помню к в столице сделал эти как его у него даже в других городах даже одеонов походу не стоит вообще-то обычно как москов здания как роскультурный город чуть ли не первыми строю в зависимости от тока что там за ресурсы и так далее нужен ли мне этот город мне я первыми строю деревни чтобы деньги были за деньги ты можешь купить все потом комикультуры но а потом рядом после одеона чтобы они давали бонус а мне как раз кажется что там все ты две деревни надо построить и рядом audi он и собственно audi он за счет этих деревень будет получать сразу бонус тоже то есть это по идее за сколько-то ходов должно окупиться то что ты сначала деревне поставил ну то есть но можно даже посчитать вот сколько не в любом случае посчитать но не купится давайте посмотрим смотри ты строишь три здания за одно и то же время но у тебя audi начинает работать раньше так он начинает работать на что чтоб тебя раньше появилась уровень города это не так важно а так у тебя будет уровень чуть позже я думаю хода на 4 позже всего лишь а зато при этом у тебя будет куча денег и роста за счет деревень но рост время да вот этот ресурс там где голова такая деревне не дают дают но они сразу не дают а когда они вырастают до городков дают ади он сам по себе дает 2 и 8 культуры так и 20 процентов от соседства с деревни то есть от двух деревень 40 процентов будет это сколько плюс 1 и 4 это 50 процентов сколько 11 и 3 видимо еще сверху культуры сначала вы построили один который 28 дает а потом а если рядом с деревне с деревней то значит он будет давать 4 или 4 или 4 или 4 одну десятую видим или как дожди сука audi он дает изначально рядом с одной деревни у меня 24 а значит он сам по себе две культуры производит значит с двумя 2 и 8 вот средняя арифметическая можно посчитать насколько позже вы построите оди он при том что вы можете же двумя рабочими это все делать за мне все-таки кажется что выгоднее сначала деревня потом оди он тем более тем более что ну ты ты не можешь в начале прям этот культурный уровень что-то с ним делать грубо говоря то есть ну вот он повысился и что и следующее издание не хочу царевну может и вообще не сажать никого в дипломаты важно это ускорение на втором уровне только открывать корень производства что-то а до чем вот мне и других танцы почему нет за плюс 20 мне да давайте эту возьмем коварным давайте коварным так бесплатный рендовать наверно сюда пойдем в архитектуру чтобы все-таки уже принять бесплатные три рему не хочу так здесь значит а по им ся а по им учеников так и и а и 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 неплохо нового навестника в тушхане надо выбрать не но у нас нету к сожалению так что-то больше варвары не лезут ко мне видимо что-то случилось у меня кстати произошел ивент я может быть конфуция сделаю лидером зороастризма неплохо до конфуции продвигается смотри сари как бы он конфуцианство там у себя не основал сейчас представляю скрытая религия так тут храмы есть тут кстати тоже уже строить вот здесь не туда в этом городе так и вот в этом а есть стоп там есть ну тогда распространять надо религию видимо а стоп вот в этом нету чё я туплю вот тут нету тогда клетку купить будет нация вырождается династия вырождается все хуже и хуже да все меньше и меньше сказал мне наоборот две ветки ну и хуже это тоже но это из-за того что у меня с придворными проблема кстати меня тоже чеккати не особо много на обучение не хватает двести тридцать пять салю военных очков этом надо будет еще оставить еще два лучника по моему надо будет апнуть так меткие лучники колесницы они один одного всего лишь даже я могу его апнуть просто купить дерево затем внутрь городок в котором тяж пион все все лучники прав грейджин и так форум завершён но опять же нужны спецы пожалуй до монаха увеличиваем младший командир до просто командира увеличиваем в катне до монаха кадеши надо красители обработать в кадеши минуту что это новый город там нету смысла ждать каких-то так младший священник так сделаем ну завершаем пока ничего не ускоряю буду ускорять только когда у меня следующий правитель появится и я смогу понять как мне быстро две амбиции одновременно выполнить окутал страх фигово фигово так спортивные состязания на верховую езду над ничего интересного обучение тактики обучение тактики пойти дисциплину о есть амбиции отлично 7 чудес не получится принять все законы мир со всеми ну вот законы есть кстати амбиция на три легендарных города прикольно прикольно ну давайте попробуем принять все законы значит у нас сейчас идет архитектура да это один из законов сейчас смотрим где у нас еще законы вообще юриспреденция военный устав система сводов и фискальная политика ну возможно эту амбицию мы не выполним это тяжеловато будет но следующий правитель может принять какую нибудь политику так юниты ходите и в начали держать эти военные очки лучше качну катапульты завершено прачки тут прачников строим забавно и и и и Все дорогами тут застраиваю, чтобы мне было проще юнитов Сейчас перемещать Распространим религию на перса Да, вот в этом городе нам... Ага, я хотел вот тут клетку сначала купить Потому что тут надо ставить монастырь на этом месте Не знаю, крепость не хочу я тут Я бы здесь министерство поставил А, тут культуры не хватает на министерство Тогда пошли сюда, Одион Стоп А, Одион строится Так, ладно, пропустим ход просто А как все медленно просто Давайте у вас эти создаем Тысяча Тысяча стоит уже создаем Каждая новая Это Добавляется Деньга 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 Храбрый возьму Просто это в любом случае работает сразу Давайте я вот этого переброшу сюда Ну Так Так Пропущу ход Надо будет улучшить Прочника следующим уходом Ну Че тут Александр же намного слабее Не, ну принять все законы Это очень долгая амбиция Так что ждем Как Салман Ассар умрет Я могу Еще Еще есть Просто Взять его Отречься от трона Кстати, сплотить войска Давайте сделаем Отречься от трона Но Мне кажется У меня еще недостаточно Уже готовых спецов Чтобы быстро старших сделать Сколько вообще у меня В принципе Надо сейчас по городам пройтись Посмотреть Сколько у меня Где каких спецов Сидит Или там Строится Например Может на быстрый таймер Переключим Нет Или как бы нормально Да в принципе все равно Ну да Так Царь тяжело болен Но еще Не написано Что он следующим ходом Умрет Так что Тут зависит от того Сколько ты времени Вначале Проводишь Затем Чтобы Ход начался Бывает нормально Бывает Хуже Минус 40 Несчастье Нафиг мне еда Что за шум в эфире Новый муж Так Мудрость Дисциплина Давайте Семьями Все зашибись Подождаем Третий наследник Следующий Тактик Вот эту Казначейство Закончили Архив Младший Священник Ну я Священников Люблю Дальше Повышать Потому что Они Много всего Сразу дают Тем более Когда у вас Есть Религия Слушайте У меня тут Заканчивается Камень Уже Наконец-то Нет Здесь Нельзя Строить Потому что Будет Тут Монастырь А тут Храм Давайте Сюда Наверное Каменоломнием Каменьоломнием Каменьоломнием Дворец 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 Ну Думаю Да Куплю Камень 1400 Денег Дофига Так Где там У нас Прачника Апнуть В длинна Лука В метка Лука Блин Грек уже Намного Слабее Грека Такая Армия Вообще Не строит Типа Все норм В данный момент Как раз Я потихонечку Началась Но Зачем Строить Армию Блаш Агрессия Агрессия Это плохо Вот Согласен Золотые слова Да Она Строит Армии Пойдет Краффаген Меня Называют Захватывают Чем Ну Давайте Смотреть Что у нас Тут По Спецам В общем Это Ашур Младший Писарь Заканчивает Чтобы Цивики Появились Так То есть Это Ну И тут У нас Есть еще Поэт Например Вот этих Двух Мы будем Доделывать Например То есть Это Пять Как тут Дальше Ты В Дур Шарукини Тоже Есть 2 7 Но Это Все Младшие Пока Да Здесь Тоже Все Младшие Сколько Цивиком 170 Не то Чтобы Я смогу Быстро Мне бы Хотя бы Чтобы Средние Были Да Но Я бы Везде Сейчас Спецов Просто Строил Я думаю Что Так Кстати Что у Нас В Тушхане И В Кадеше Есть Свободная А В Тушхане Нету Нету Блин Я в халебе И в неневе Гарнизоны Серьезно В халебе Нету Вау А неневе У нас У нас Так Тарс Через Десять Ходов Высокая Легендарная Ну и Можно будет Парфенон Да Еще никто Не угнал Его Ну там Видите С Парфеноном Сложность Что он Должен быть Не просто В легендарном Городе А еще И в Священном Легендарном А это Не у всех Доступно Хотя Вот У Египта Как раз Легендарный У него Два Священных Мог и Построить В принципе Красивый Вы У Ассет Продаете Нет Показываю Красивый Не пойму Что А Это Цитадель Какая Странная Цитадель У Египта Да В общем Ходом У нас Правитель Умрет Но надо Будет Как-то Уже Четыре Старших Контролирую Как-то Ускориться Со Спецами Так Что Дальше Во-первых Давайте Закон Примем К сожалению Этот Тоже Уйдет Вот Это Я точно Не успею Выполнить Так Философия Минус 20% К обучению Городских Специалистов Короче Вот это Надо Брать Очевидно Правда Цивиками Расплачиваемся Но Стоимость Чудес Точная Нет Философия Потому что Городские Специалисты Это Те Самые Спецы Которые Мне Нужны Для Амбиции Придворный Ученый Придворный Министр Давайте Ученого Возьмем Мы Кстати Сможем Его Тоже Как Губернатора Использовать Философия Я уже Выбрал Так Дерево Технология Что Собразование Стремена И Чеканка Монет Висит Кто-то Кто Заходил Снадо Этого Ну Давайте Образование Наверное Вирус Приденцию Потом Пойдем Ссадников Я не знаю Очерина Так Что за Ученый 5-2 Хочется Ходить Так Старший Поэт Завершен В Тарсе Пошли До Максимума Священника Здесь Делать Играть Я считаю Что надо Писаря Но Священник Извините Один Ход Там Следующий Это Подольше Но Равно Эх Не стало Меня Конфуцией Главой Религии Чего Да Не знаю Чего Иван Был Типа Продолжение Будет Дальше Но Продолжение Не было Как будто Сериал Приостановили На Половине Сезонов Так Ко мне У меня реально Что-то Мало Ну я Правда Дороги Строю Пойдемте Ко Здесь Кучу Каменоломин Еще Поделаем Все Тут Дорога Проведена Так Я бы Как-то Еще Тут Провел Наверное Ум Осколки Самая важная Прокачка Для Катапульт Правитель Для Который Отвергся От трона Снова Его Пилю Наследником И Отрекусь От трона В пользу Него Мне кажется Подданные Подумают Что Надо Сменить Династию На троне Позволит Лето Мне Взять Еще Одну Амбинцию Ну Конечно Всем Интересно Так Ну Короче Надо Будет Ускоряться Со Спецами У меня 20 ходов Чтобы 10 Старших Спецов Принять Законы Я точно Еще Меньше 5 Законов За 20 Ходов Невероятно Честно Горя Посмотрим Какая Амбиция Будет У нового Правителя Хочется Верить Что Выполнимое Быстро Выполнимое Ужас Какая Тут Армия У Египта Всадники Топорщики Твоим Караваном У меня А? Как там Твоим Караваном У меня Где-то Ходят Там Так Становится Наследием Сейчас Посмотрим Какая У нас Амбиция У Новой Королевы Так Царь Умирает Церемония Коронации Выполнить Тыщу Сейчас Как раз Сокончено Все Так Это Коронация Вторая Смерть Наместника А Но Это Король Умер Сейчас Я подумаю Ладно Коронация Сорганит И Плюс Ну Плюс Четыреста Культуре Вашуре Нафиг Надо Деньги Еда Тоже Нафиг Давайте Меткие Лучники Просто Получим Так Хочу Амбиции Я кстати Если вы Не в курсе То вы Можете От От Отказаться От Амбиции Вам Ничто Не мешает Сразу Это Все Отказаться 20 ходов Так Давайте Я назначу Наместников Ваш Ваш Шур Меня Волнует Ну вот Ученые Интересно Наверное Ученого Давайте Да Да блин наконец-то все принято так пошли по городам младший писарь в столице тут уже до максимума доведем в неневе младший священник тут старшего уже монаха сделаем раз следующим ходом амбиция появится тоже старшего монаха и вкатни да надо писаре я ну выглядит что эту амбицию мы точно сделаем а вот последняя какая будет конечно интересно чет ходки начинается и не начинается так чудо храм я принц на самом деле не очень понимаю откуда у меня появился караван а либо правитель у тебя либо и венда появился и появился у тебя был просьб я не хочу никто не против так где у нас гарнизона нету в халебе нету так собственно вот этого парня отправим деревню делать притянусь тут тут нету дороги почему-то каждый раз не понимаю как же это все произошло да что у нас может отдать и сплотить войска тоже может пускай сплачивает неожиданно в неожиданно м м м м м м м Продолжение следует... Ну вот, кстати, к вопросу ещё, что раньше ставить, деревни или Одион. Если вы посмотрите, у меня нету, например, ни одного города с низкой культурой. А у вас у каждого есть. При том, что я так понимаю, что у меня 11 городов и примерно столько же... Ну, хорошо, у Перса, кстати, может быть из-за карфагенских городов. Из-за завоеваний. У меня один новый, один из-за завоеваний. Ну вот Египет ничего не завоёвывал, я так понимаю, что он ставит сначала Одион. Ну, у меня новое, я поставил где-то, значит. Да там, если посчитать, в любом случае будет быстрее подниматься культура, если Одион первое ставить. Опа. Нееет. Пошла жара. Да. Ну и как сейчас тут играть вообще? Можно дождаться пока, отлагаюсь, хоть чуть-чуть. Сейчас, знаете, пролаг заканчивается и... Минус сейф. Да, все, нету юнитов. Да-да-да. О, у меня что-то прошёл один удар. У меня ещё ход не погрузился. Так это ещё прошлое идёт. Это ещё на почку войну явили. Да, типа, единственный, кто не закончил ход, это этот... Перс. Тут я не дотягиваюсь. Тут бы отойти, наверное, слоном, но я уже нажал лечиться. Хрена себе, просто... Фига себе, у меня лучник откуда стреляет. Ну. Так, тут я походил. Что, он не убился? Должен был убиться, по идее. Как всё медленно. Ужас. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Какое-то прорезание сквозь строй. Блин, я не знаю, это... Короче, я чисто по приборам тут воюю. Не знаю, как там перс, конечно. Воюешь? По приборам, говорю. Это как-то нереально, мне кажется, в принципе. В принципе, вот такие битвы. Так, давайте маршировать возьмем у этого. Что там с фронта? Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Боже, это очень отвратительно так воевать просто... Кстати, сколько я юнитов потерял? Час, пока не починят... Трех, по-моему, что-то... Не делают нелагающий мультиплеер, сложно... Да... Да, так и есть... Ну, кстати, я только двумя юнитами... А, нет, ну вообще больше юнитов, да... А жаль... Будем наблюдать только, что делает, в общем-то... Перс теперь своими юнитами... Там вообще мещи есть... А там никто не хочет тоже на Перса напасть... Типа... Ну... Он же, очевидно, амбиции выполняет какие-то... Я амбиции выполняю... У меня амбиция тупиковая, я ее не могу выполнить физически... Ну, так и у меня тоже... У меня принять все законы... Так это выполняется на эту авторазвит технологию... Да, конечно... Это, блин, сколько я буду выполнять это... Ты послушай на мою, мою эту амбицию... Два священных города, когда у меня... Ты... Подожди, ты в курсе, что ты можешь отказаться от амбиции? Нет, от этой я не смог отказаться, она 10-ая была... То есть от 10-ой нельзя отказаться? От 10-ой нельзя отказаться... Подожди, так у тебя 8 выполнено, а не 9... У меня 8 и 2 предложили... От одной я мог отказаться, но я ее взял, потому что она выполнимая... А от этой была невыполнимая... И я от нее не смог отказаться, потому что она 10-ая... Понимаешь? Ты хочешь, ты и бери... Поэтому... Тут только на Лешу нападать... Потому что я не выиграю по амбициям, в примере... Ну, так сейчас выиграет Египет по амбициям, тогда... Мы пока мы будем с тобой воевать... Ну... А, слушайте, он вон где высадился... У меня амбиции... Ух ты... Мне бы еще хотя бы 9 выполнить... А вот это я пропустил, конечно... Да, но это... Это трындец... Это трындец... Ну, я не знаю, он как бы меня захватывает... Дело в том, что он высадил десант из... Наверное, 15 юнитов под столицу... Да... Слушай, а сколько у тебя приказов? Просто интересно... На этом ходу... Сто восемьдесят шесть... Сто восемьдесят шесть? Да... Это за счет этого оратора, что ли? Ну, как я понял, там оратор и плюс... Он взял... Как это... Где эта штука? Которая позволяет накапливать приказы... Я прав? Знать... Знать это... Закон? Да... Знать... Ну, ириспруденция, технология... Угу... Сберегать сто приказов между ходами? И призвал приказы с легендарного города... Найс... Ну, легендарных у него просто нету... Ну да, она отмелась... Сберегать сто приказов... Кайф... Ну... Че, мне надо тут воевать, где у меня войска нет... Я уже не буду туда перевозить, что поделать... Минус... Минус столица... Тут уже ничего не сделать... Юниты строить... Такое... Так, ходить еще не можем... Юрс, а как же, девятая амбиция... Десятая амбиция... Захватить... Иметь два священных города? Десять тел до специалистов... То есть, получается, сейчас... Ты завоевываешь... Ассирию и все? Ну да, так и будет... Да... Говорит, что вам надо... Не, понимаете, он конкретно основные свои армии высадил как раз, чтобы священный город захватить... То есть... Вот то, что... То, что там Египет ты видишь... То, что ты видишь... Вот эти... Там у Туса и прочего... Это не основная армия... Основная... Перепрыгнула океан... Как его... И... Высадилась... Это... Очень хитро... Поэтому я к тому, что если вы будете не нападать на Перса, то как бы это все... Как ты предлагаешь к нему приходить? Через... Центр, на котором тоже армия много... Ну ты вон на Сузы можешь напасть, там вообще ничего нету... То же самое и... А Грек... Касается, что бывшие города Карфагена, например... Не знаю, как у меня тут... Катапульты вообще работают и работают ли? Ну да, конечно... То, что... Если он тебя захватывает, то это автоматическая победа, считай, это... Грустно... Какая победа? Ну смотри, 10 ладро-специалистов, это вообще... Не так сложно... Я ее не успеваю... У меня 12 лего-си и... Только половина... А... Но я не успею... У меня просто армия чувствует... Чего бы он не успеет... У меня нету мощных гаражных целей... Это вообще легендарный гаражный... Получил предложение... Блин, вообще нихрена не ходит... По звукам, да... По звукам, да... А кто? Я не получал... А, или... Понятно... А, нет... Ну ладно, нужно будет дождаться... А, точно... Получил... И принял... Ага... Так, этот походила катапульта... Сейчас ли я... Проснуть хоть... Так, тут у меня катапульту убил лошадью... Невозможно... Ходить просто... Ну, вот это все... Я подхожу... Он стреляет... Я просто ничего не делаю в этот момент... Грек, ты как там? В каком плане, смотрим... В военном... Ну, я живой... Но... Сколько я могу быть полезным на эпохе right now? Не знаю... В теории то могу... Я просто... Еще хреново вижу... О, боже... Как оно все медленно... Я вижу сузы... Ну, вот этот будет ходить? Нет... Проблема... Вот этот будет ходить? Нет... Ну, хоть же поиграем... В эту игру... Хм... И было бы неплохо еще в нее играть... Сюда надо встать... Тут форт... А не посидим, поразвиваемся... Ну, вообще надо этого атаковать... Кто-нибудь... Тут фортах стоят... Ну, не знаю... Я, короче, юниты не ходят... Я только смотрю, как... Обстреливает меня этот... Перс... Ну, мне тоже юниты не ходят... Меня вот сейчас задвигали... Я, как бы... Повел, как бы... Юниты... Да, мне кажется, все-таки... В сетевую вот таким макаром играть... Нереально... На, я не уверен, что я могу... Эээ... Мне хватит приказов, чтобы все мои юниты двигать... Блин, у меня просто... Вся территория в красных юнитах... В центре... Это вы не видите, конечно... А сколько у тебя элдер-специалистов? Они же переходят при захвате города? А... У меня всего четыре... Вообще всего на... На всю эту... На всю империю... Выпал бы мне квест на элдер-специалистов... Ну, я бы тоже, наверное, не отказался... Ну, нет... Ну, нет... Выпал квест захватить... Пять городов... Успею походить до... Знак... Конца таймера... Просто интересно... Ну, в виду, есть другие, но учитывая, что там... О, крит прошел... О, крит прошел... У перса... Другие в скобках греческие... Ну, так и запишем... Ну... Помолчу... Так и запишем... Приказов-то нормально мне, на самом деле... Там, конечно... Ломанул с приказами перс... Юниты, ходите... Но... Я бы здесь нормально воевал, если бы не вот это вот все... Вот эта вся фигня... Так... Этого юнита убиваем... Нет... Сложно... Когда юниты не хотят ходить... Ну... Я бы назвал-то другим словом... Ну... Ну... Встал... Ожидание... Ожидание... Так... Убил... Ожидание... При этом воевать... Я сейчас другим представления... Конечно... Вообще... Надо бы... Эту коляску в город поставить... А здесь... Стены начать строить... Ага... Стены уже есть... Рвы... Чтоб... Чтоб... Чтоб вы понимали... У меня... Вначале... Было... 46 приказов... И сейчас... 40... То есть... Получается... Я 6 раз... Пока успел походить... Не... Ну... Я, конечно... Побольше... Да... Где-то половину своих... Сейчас... Странится... Наверное... Сейчас... Не так быстро... Как хотелось бы... Ребят... Давайте еще 10 минут... И в следующий раз доедем... Ну... Блин... Самая жара пошла... Согласен... Самая жара... Натин тормозит... А ты... Ухода осталось... Я еще не ходил... А ты еще не ходил? Не знаю... Я... Я вижу... Как меня тут юниты убивают... Не ходил... А ну... Ту я... Отступал... Это... Это... Отступление называется... Развернулись... Алга... Вот это... Знаменитая... Это... Звучит... Вообще... Очень... Интересно... Вообще... Неинтересно... Звучит... Нормальное... Тактическое... Отступление... Ужаское... Не знаю... Не знаю... Не знаю... Как вам это смотреться... Все будет... Пока что до него не дошли... Но как дойдут... Будет... Выполнена амбиция... Перса... Будет... Выполнена... Два священных города... А у меня не два священных города... А что у тебя? А что у тебя? Два священных города... И... Шесть кафедр... А... Да... Два священных города... И шесть соборов... А... Он собирается просто всех убить... Так что вы не расстраивайтесь... По амбициям... Нет... Просто убьет вас всех... И все... Все путем... Надо сказать... Что у Египта... Тоже уже восемь амбиций... Выполнено... Ну... Да... Вот я о чем и говорю... Что... Восемь амбиций у Египта... А Перс... Так что... Еще неизвестно... Кто кого... Не... Я тупо... Не успеваю... Так я... Я... Я двину один юнит... Ждусь... Сижу секунд двадцать... Пока он походит... Потом двигаю следующий юнит... За... У меня еще... Тридцать четыре приказа... Из сорока шести... Которые были в начале... Вообще... Наверное даже тут... Хуже именно Персу в этом... Еще мне конечно... Потому что у него... Именно больше юнитов... Хотим доигрывать с такими ладами... Или нет... Ну я готов... Как бы Перса... Объявить победителем... Как бы... Понятно... Что если бы у него были... Если бы он мог походить... Семидесяти одному... Ну я не знаю правда... Как победителем... Там может и у Египта есть сомнения... Ну да... Тут не факт... Давайте ничью... Ничью... То есть мы просто... Попытались сыграть сетевую... Да? Типа это... Ну просто... Это просто невозможно... Вот это вот... Просто... Просто невозможно воевать... Понимаете? Поигравшим... Карфагенца... И остальное ничь... Обидненько... Карфагену... Да... Это конечно... Ну не знаю... Карфагенец... Вообще... Ну... Зачни стен... Ни армии... Ничего не было... Приходи кто хочет... Бери... Мы даже нормально не поиграли... Вот только игра начинается... По факту дала... Но... При этом она начинается так, что... Не... Мы можем... Короче... Смотрите... У меня на нем... Две вот этих... Экшн кью... Потому что я клацал... Когда-то им... Сейчас я теперь вообще им не могу... Я могу предложить так... Вот сейчас насчет следующий ход... Мы сделаем сейв... Действительно... Еще раз попробуем... Например... Завтра собраться... Просто... Убедимся, что реально... В конце игры... Хреново ходит... Не знаю... Может у них там... Еще очередные какие-то проблемы... Потому что тут очевидно... Это проблема... Ну вот... Вот эти лаги... Это проблемы сетевого кода... Не игры... Потому что... Это передается... Вот... Каждый ход... Он передается всем нам... И... Из-за этой передачи... Пока он до всех до 4 дойдет... Пока отзыв от всех придет... Ничего не ходит... На этом партия, к сожалению... Заканчивается... На следующий день мы собирались... Но так и не смогли нормально продолжить... Дикие лаги были... Тем не менее... С тех пор прошло несколько патчей... Вышло несколько патчей... И думаю... Что... Мы еще попробуем... Конечно же... Сетевые партии World World... В данном случае... Было бы, конечно... Интересно узнать, кто победит... Мне кажется... У меня здесь... Уже нету шансов... Из-за такого массированного наступления Перса... Но я бы ему просто так не сдался... Я бы до последнего бился... А в это время... Там бы, скорее всего... Выполнил амбиции Египет... Так что... В этой позиции... Я, наверное, все-таки на Египет бы поставил... Потому что это такой выстрел в ногу... Со стороны Перса... Он, конечно, забирает мои хорошие города... Но и при этом теряет кучу своих юнитов... И, скорее всего... Тоже несколько хороших городов... В это время... Египет... Там где-то... В тылу нашем... Готовится к битве... Тем не менее... Вот такая партия получилась... Спасибо, что смотрели... Пожалуйста... Впечатления в комментарии... Надеюсь увидеть... Играйте в умные игры... Спасибо, что досмотрели до конца... Я Алексей Халецкий... Тот, кто сделал это видео... Пользуясь случаем... Хочу попросить вас поставить лайк... Оставить комментарий... И поделиться этим видео... Со своими друзьями... Или в социальных сетях... А также посмотреть другие мои видео... Ссылки на которые вы видите сейчас... На своем экране... Играйте в умные игры... И всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok